МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это написание сценария про реальную личность. Если это политик какой-то, у которой, грубо говоря, это общедоступные, общеизвестные факты, используете вы их в написании своего сценария, то для этого какого-то согласия не требуется, потому что вы берете то, что и так всем известно. Если вы берете какую-то отдельную личность, которая не является публичной, и пишете про какого-то человека, и при этом вы используете его имя, фамилию, отчество целиком и полностью, и пишете прямо про него, обязательно нужно получить согласие. Есть маленькая хитрость, как создатели фининов, например, книг обходят. Они пишут про конкретного человека, не используя его реальные фамилии, имя, отчества, и делают небольшую приписку о том, что все совпадения с реальными личностями являются случайными. Олег из Ужура спрашивает, как можно внести в трудовую книжку запись об увольнении, если работодатель отказывался этим заниматься? ИП работодателя ликвидировано два года назад. В трудовой есть только запись о приеме на работу с подписью и печатью. Выяснилось, что отчисления в пенсионный были только до 2014-го, но человек работал до 2018-го. Обратиться в суд с заявлением об установлении факта нахождения в трудовых отношениях, потому что записи о приеме есть, записи об увольнении нет. Соответственно, суд установит сам факт, что человек с такого-то периода по такой-то работал. Соответственно, это решение суда потом можно использовать как при приеме на будущую работу, подтверждая стаж свой, так и при получении дальнейшей пенсии, что установлено, что человек действительно там работает. Что касается отчисления, я бы, наверное, порекомендовал более дешевый, простой и оптимальный способ обратиться с жалобой в трудовую инспекцию и в прокуратуру с указанием тех обстоятельств, которые есть, и, соответственно, потребовать, чтобы те занялись вопросом по обязанию человека внести эти отчисления.